Жестокое обращение с ребенком в поселке Индиго. Тревожный сигнал стал поводом для посещения уполномоченным по правам ребенка Галины Гуляевой населенного пункта в январе этого года. Всего же в прошлом году за помощью к детскому омбудсмену по Нинецкому округу обратилось порядка 300 человек. Характер просьб самый разный – от школьных конфликтов до помощи в решении жилищных вопросов. Подробнее о работе уполномоченного в нашем следующем материале. Тревожные сигналы с поселка Индиго. Жестокое обращение с ребенком. На такие обращения реагировать надо, что говорится, мгновенно. Сейчас идет расследование. Это компетенция правоохранительных органов. Когда мы там были, был опрошен отчим, который подозревался в жестоком обращении с ребенком. Ну и предварительно было выявлено, что да, факт этот подтвержден. Причем этот факт уже второй раз. Было уже в отношении него административное наказание за побои ребенку. И сейчас, если это все будет доказано, там уже наказание может быть более жестоким. В населенных пунктах алгоритм работы уполномоченного по правам ребенка такой. Встречи с педколлективом, родителями, рейды и беседы с семьями, которые нуждаются в дополнительном внимании. В прошлом году удалось побывать в восьми населенных пунктах, среди которых Бугрино, Красное, Нельминнос, Хангурей и другие. За помощью к детскому омбудсмену жители региона обращаются часто. Многие вопросы удается решить, либо создать условия для их решения. Другие, особенно касающиеся квартирных вопросов, решать гораздо сложнее. Еще один пласт обращений – помощь детям с ограниченными возможностями. Некоторые аспекты здесь можно отрегулировать только на федеральном уровне. Для привлечения к таким проблемам большего внимания уполномоченным организуются различные форумы. Такой формат позволяет высветить все проблемные точки, сразу же помочь на месте человеку, то есть мгновенно помочь, потому что привлекаем все структуры, которые ответственны за ту или иную область. И часть вопросов, которые у нас были озвучены на форуме, причем эти вопросы шли по обращениям в течение года, они находятся сейчас на стадии решения, разрешения. Кроме того, удалось привлечь внимание общественности к проблемам здоровья матерей. Совместно с Организацией «Матери России» в Наринмаре прошел форум «Сохрани жизнь маме», касающийся проблем по онкологии у женщин. Акцентировать внимание на проблемах подростков и найти альтернативные пути решения помог семинар, который для педагогов и родителей провел в Наринмаре кризисный психолог Михаил Хасминский. И все же львиная доля обращений – конфликты в учебных заведениях. К сожалению, у нас и статус учителя очень-очень упал. Я очень часто слышу от учителей, уважаемых людей, то, что совершенно спокойно сейчас они в свой адрес слышат и оскорбления, и унижения. И, конечно, это плохо, такого быть не должно. То есть падение статуса учителя – это тоже одна из проблем нашего времени. Чтобы нивелировать конфликты, в каждой школе действует служба медиации. Но, по мнению Галины Гуляевой, для более эффективной работы необходимо создавать независимую мобильную бригаду, которая будет экстренно реагировать на такие случаи и решать их.